всем привет хочу вам сегодня показать и рассказать про свои бальзамины вот у меня череночки бальзаминов эти бальзамины я сняла черенки осенью вот это вот мой бальзаминчик и красненький это вегетативные а вот это вот бальзамин сиреневый и светло-сиреневый это мне светлана лоди сад череночек подала два черенка получается это все вегетативные бальзамины которые размножаются только черенками вот очень красиво смотрятся бесподобные цветы всем рекомендую такие цветочки вот как они у меня хорошо уже посмотрите на росли можно уже с этого бальзамина черенок снять стоят они у меня под фитолампами им там очень хорошо тепло светло и и поливаю их постоянно они очень пьют воду очень такие любят попить вот эти бальзамины у меня летом в кашпо я летом кашпо ставлю в уголок там у меня там забор и там глухая тень можно сказать там солнце совсем чуть-чуть попадает они растут там целое лето в кашпо но просто бесподобные кусты вырастают вообще красивые ничем никогда не болеет вот какой я уже получается два года садила бальзамины вот в этом году в это лето будет третий год как я опять буду их ну собираюсь по крайней мере высадить поставить их на улицу я их посажу в кашпо кашпо у меня в том году было и в 5-литровые посажены они были и в двухлитровые были посажены в 5-литровом они полностью апеллили 5-литровая кашпо корнями очень хорошо разросся они чем мне кажется больше объем будет кашпо тем им лучше будет вот если нет возможности в кашпо посадите в тенечек куда-то в грунт они неприхотливые и вот для тени как раз самое то вот эти растения очень хорошо и тень и они вот дожди очень любят такие хорошие цветочки очень даже рекомендую я садила бальзамины еще из семян когда у меня не было возможности купить черенок я садила из семян тоже очень красиво смотрятся покупала семена где написано что он махровый хотя было написано что махровый но у меня почему-то не махровые взошли и росли не махровые но когда их много этих цветов даже пусть они не махровые это очень красиво смотрится правда так что посадите у кого нет возможности черенки купить и не пожалеете очень красивые благодарные цветочки смотрите какой красивый правда вот он должен быть форме розочки а сейчас решил вот так вот подвести может быть из-за того что я подсушила немножко тут его не вовремя полила и вот так вот он наверное из-за этого зацвел вот это очень красивый тоже форме розочки такой махровый махровый это тоже должен быть форме розочки а цветет вот вот так вот но тоже красиво вот и у меня есть видео про бальзамины называется мои бальзамины там буквально показано как они цветут летом они у меня были вместе кашпо стояла около стиль бы и травки декоративной и вот эти вот бальзамины там несколько у меня было видов очень красиво смотрится вот посмотрите очень хороший цветочек всем рекомендую так вот смотрите у меня тут есть еще череночки буду сегодня садить пеларгонии черенки плющелистная вот это вот а это зональная пеларгония а то смотрю что-то кустик пропадает думаю дай-ка я быстрее сниму пока у меня не пропала она полностью красивая такая пеларгония вот это я ее покупала не семян высаживала покупала вот надеюсь только укореняться и все будет в порядке вот тут у меня еще такая пеларгония цветет красавица черенок это у меня летом был взят черенок вот так вот я его храню теперь до весны и вот у меня тут тюльпановидная красотка вот так все цветет еще больше так тюльпаны свои открыла тюльпанчики цветочек каждый цветочек виде тюльпанчик а не раскрывшегося но сейчас они уже такие вот прямо как бочоночки такие красивые еще у меня такая радость ребята у меня стафанотис укоренился я снимала буквально недавно видео 5 декабря про свои комнатные растения и там вот я вам показал что я сняла черенки стафанотиса вот смотрите у меня уже один черенок дал корни представляете с 5 декабря вот так вот как это все быстро хотя сейчас зима и стоял он у меня далеко не под цветом устоял у меня просто вот на кухне у меня там вытяжка включена и он стоял буквально рядышком свет на него попадал наверно и вот так вот он не дал корешочки вот у этого еще нету корешочков вот у этого а этот уже вот видите с корешочками так что вот у меня будет еще один стафанотис посажу обязательно еще есть у меня такое растение комнатное называется крассандра вот это крассандра комнатное растение цветет такими оранжевыми шишечками красивая красивая вообще вот так вот я взяла с нее черенки хорошо что взяла я тут ее потревожила как всегда у меня руки чешутся решила ей поменять землю и она у меня погибла она вообще вот я уже второй раз этим сталкиваюсь до этого у меня была крассандра я тоже решила ей поменять землю но там было такое кашпо неудобное и я и просто корни оборвала потому что мне было ее не вытащить а здесь я в принципе то ничего я не оборвала я ее тихонечко достала землю ей поменяла тихонечко посадила но что-то вот опять ей не то и она у меня все погибла и слава богу что я успела снять с нее черенки какая прелесть я вот эти два черенка посажу вместе в одну кашпо потому что я думаю что но она так долго растет и чтобы он такой был пушистенький пусть у меня будут два черенка вот так вот ребята как я успела прямо очень рада что не придется снова ее покупать потому что то в тот раз она у меня погибла но она мне так понравилось что я вот купила опять все точно магазине только увидела ее сразу купила а в этот раз вот мои детки надеюсь приживутся и будут меня радовать вот все что хотела вам показать следующее видео видео для вас сниму про эустому как у меня развивается что с ней сейчас происходит эустома у меня была посеяна 1 ноября 24 ноября я ее рассадила по таблеточка и сегодня не сегодня вот завтра сниму вам видео как она себя чувствует что с ней сейчас происходит всем кому интересно смотрите ну вот все что хотела вам показать показала всем всего доброго подписывайтесь на мой канал всем спасибо кто подписался ну все всем пока